Всем привет! Вы на канале Время Жить, меня зовут Андрей. И сегодня можно сказать уникальнейший случай, потому что я думал, что город Вунгтау больше не сможет меня удивить. Но нет, сегодня мы едем в одно место, о существовании которого до недавнего времени я даже не знал. Вот вам немножко шикарного вида. Ну а едем мы с вами смотреть старые военные орудия. На самом деле я уже подъезжаю, сейчас буду останавливаться и уже пойдем пешочком. Ну что ж, байк я оставляю здесь, чуть позже объясню почему. Ну а дальше мы отправляемся пешком по лестнице. Сейчас пока парковался, заметил кое-что. Ну может быть кому-то это будет принципиально важно. Здесь ползают черные, примерно такие сантиметровые муравьи. Я так прикинул, в принципе у меня в байке ничего вкусного нету, так что надеюсь, когда я буду его забирать, меня там за задницу никто не укусит. Ну что ж, вот уже первое, но конечно же не основная достопримечательность этого места. Фу, судя по запаху, это туалет. Но на самом деле это вот бункер с пулеметными этими отверстиями, либо может наблюдательная какая-то конструкция. Штанцы вон чьи-то сушатся. Ладно, идем дальше. Хочу отметить одно из самых ярко выраженных преимуществ этого места над какими-то другими достопримечательностями города Вунгтау. Это то, что здесь достаточно густая растительность. И в принципе даже сейчас, а сейчас второй час дня, здесь достаточно хорошо. То есть в тенечке в принципе комфортно ездить спрятаться от солнца. Я немножко запыхался, потому что поднимался по лестнице. Ну и чтобы вы могли оценить размеры этих орудий, то давайте, ну, как-нибудь так, давайте с головой моей можно сравнить или с рукой. И сами понимаете, они просто огроменные. Так, почему они? Потому что их здесь 6 штук, насколько я помню. Ну и все-таки хочется отметить, хотя нет, подождите, отмечать. Я тут заметил, что кто-то очень жадный решил себе отгрызть, что ли, как будто покусанное. Ну так надо все-таки отметить, что эти орудия и вообще вся вот это вот, все вот это вот пространство, все это место находится в очень хорошем состоянии. Это я сравниваю с другими местами, где когда-то в военные времена были эти орудия. Но сейчас, например, вот мы как-то с вами были, это по дороге на маяк. Там тоже было подобное строение, но в отличие от этого места, там не то что орудий, там ничего нету, просто пустые бетонные вот эти вот ниши, где когда-то были орудия. Ну а сами орудия, вероятно, были сданы на металлолом. Еще одно отличное место для пикника, вот смотрите. И судя по кострищам, здесь достаточно частенько сидят вьетнамцы. Ну и, конечно же, никто никому здесь ничего не запрещает. Приезжаешь, садишься, кушаешь. Но, к сожалению, в своем вьетнамском стиле они ничего за собой не убирают. Но, насколько я понимаю, эта территория находится под каким-то, в общем, надзором. И кто-то, в общем, здесь убирает. Хотя убирает, честно говоря, херовенько. Сейчас мы спустились вниз, я хочу показать вам те помещения, которые находятся под орудиями. Ну или как-то внутри орудий помещения. О, ну вот, классное место. Давайте зайдем, я вам покажу. Паутина. Машка. Я шел к нему, думал, там какой-то поворот будет. Вот еще вот такие вот какие-то ниши, полости. Там, наверное, было на камеру ничего не видно. Там достаточно большое помещение. Вот эти вот решетки сделаны из обычных палок. А внутри из бамбука какая-то кровать, столики. И мужичок что-то делает. В общем, кто-то оприходовал это помещение под такое, не знаю, техническое или даже полужилое. Ну а мы с вами плавно подошли к центральному входу или въезду в это место. Это все-таки достоверенчательность. Так что здесь есть такие вот вывески. Есть такие вот беседки. Как назвать это? Крытые, в общем, такой залик небольшой. Ну а вот эта дорога, по которой, если бы я поехал, то попал бы на центральный вот этот вот въезд. Почему не поехал? Потому что туда приезжаешь, там дядечка, который на гамаке такой раскачивается. Он попросит у тебя 5000 донгов. Ну это немного, это четверть 20 центов примерно. Но за что ему платить, если я могу припарковаться там? Там есть лестница, по которой я как бы срезая обхожу это все. Вот, сейчас я вернусь к байку, и мы поедем все-таки по этой дороге, но поедем чуть дальше. Почему? Потому что на этом месте, как бы, эта дорога не заканчивается. По этой дороге дальше можно подняться на самую вершину горы, ну а там уже увидите, что будет. Ну и давайте, пока я иду, расскажу, где это находится. В описании под видео я оставлю координаты этого места, поэтому, если будете в Унгтау, приезжайте. Вот, если территориально объяснять, то это большая гора, а та большая гора, на которой находится парк развлечений с фуникулером, только это со стороны порта. То есть нужно объехать полностью всю гору и заезжать, как бы сказать, да, со стороны порта. Ну, точка будет, координаты будут в описании, так что не забивайте себе голову, просто по координатам езжайте, и вы это место найдете. Дорога здесь классная. Растительность так прям нависает над дорогой, и идешь постоянно в тени. Кстати говоря, что интересно, хоть и на Малой, и на Большой горе везде обитают обезьяны, но почему-то именно здесь их нет. Так, ну байк стоит, все отлично. Там какие-то ребята уже фоткаются. Ладно, мы садимся на байк и едем дальше. Ну что ж, проехав чуть дальше того центрального въезда, который я вам показывал, вот здесь вот есть еще небольшая, не знаю, назвать достопримечательность, Примечательность, скажу проще говоря, там вниз если спуститься, там будет бункер. Честно говоря, ничего интересного, там воняет канализация, и все, бункер просто вход-выход такой буквой П. Честно, ну, если вы будете, можете сходить посмотреть, но я не был впечатлен, когда там был в первый раз, поэтому в этот раз не пойду. Также здесь заканчивается хорошая дорога, и как я говорил, но дорога не заканчивается сама по себе, и мы едем дальше. Я сейчас повесил камеру на шлем, во-первых, потому что дорога будет становиться все хуже и хуже, и мне желательно бы держать две руки на руле, а во-вторых, я думаю, что вам, так сказать, от первого лица будет интереснее смотреть за движением по тем дорогам, по которым мы сейчас поедем. Белка. Блин, вам, наверное, не видно ни черта. Вон, 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 вон. На ветке сидит. Ну что ж, вот мы и на вершине, но дорога на этом не заканчивается. Судя по карте, если ехать по этой дороге, то вот так вот по хребту, по хребту можно доехать до парка развлечений. Наверное, когда-нибудь я туда и съезжу. Сейчас хотел рассказать, во-первых, что лучше здесь не стоять на месте, потому что очень много вот этих вот муравей, муравьев здоровенных, черных, и глядя на их челюсти, ну, размер их как бы головы, понятно, что они реально кусаются. Так что я, пожалуй, немножко похожу. Хотел рассказать, сейчас, когда я подъехал, была такая ситуация. Я вначале припарковался вот так вот, ну, как бы, просто с краешку, думая. Ну, дорога достаточно узкая, как вы могли видеть там. В принципе, машина, я не знаю, мне кажется, машины сюда не проедет. Ну, либо какая-то узкая, но маловероятно. Я думаю, ну, кому я буду мешать? Вот встал вот так вот с краешку спокойненько. Только встаю с байка, и оттуда с хребта едет девушка на байке, а у нее поперек байка вот такая охапка дров лежит огромная, то есть там, ну, нормально так. И то есть, получается, она сама узкая, но дрова у нее лежат поперек байка. Соответственно, я ей своим байком мешаю проехать. Ничего, вернулся, откатил байк немножко, а она проехала. Я обратно встал, ну, думаю, ну, все, что еще может произойти? Иду туда на камни, чтобы снимать вам виды с фотоаппарата, показать виды на порт. В этот момент еще одна девушка на втором байке едет с такой же охапкой дров. Ну, да, это были девушки, может, женщины. У азиатов очень сложно определить возраст, к тому же, когда она в шлеме и в маске, ну, то, что это женщина, я понял. Так вот, еще одна едет, и, как видите, здесь уже достаточно обрыв такой. А я вернул байк на то же самое место, и она уже там кое-как с криками, вот так вот трясаясь, чуть не свалившись туда, проезжает. Я в итоге возвращаюсь, уже думаю, все, откачу байк в сторону, нафиг, не надо мне тут таких приключений, чтобы еще потом вот оттуда, вот оттуда, кого-то поднимать, доставать. Знаете, это место немного развлачает то, что я любил в Вунгтау. Я всегда говорил, что здесь, поскольку это полуостров, есть возможность встречать как рассвет, выходящий из моря, так и провожать закат, который уходит в море. Но на этой горе видно, что в той стороне не море. Дело в том, что здесь, как бы, получается, устье реки начинаются, которая в Сайгон уходит. Я забыл, как она называется. И получается, на той стороне материк. Вон, его, в принципе, видно. Так, вон они опять едут. Сейчас покажу. Оп, оп, оп. Вот они. Ну и вот здесь вот открывается вид на порт. К сожалению, это единственное место, получается, откуда можно увидеть порт. Потому что с дороги в порт заехать нельзя, как это неудивительно. Там все закрыто, КПП. Маленькие рыбацкие лодочки лежат брюхом прямо на дне моря. Это реки, что это? Залив. На дне залива. И, наверное, на первый взгляд покажется, что здесь, по сути, ничего нет, кроме тех старых военных орудий. Но, блин, здесь классный вид. То есть сюда можно приехать на закате, посмотреть с той стороны закат, или с этой стороны посмотреть на порт. Ну, не обязательно на закате, а в любое время приехать, посмотреть на порт, на Вунгтау, на... Даже, кстати говоря, с этого места можно и закат смотреть, потому что вон там вот восток, и оттуда можно смотреть восход. Я спустился немножко вниз, вот к въезду, к этому центральному въезду, потому что наверху было достаточно жарко и при этом ветрено. То есть ветер задувал микрофон, а солнце пекло мне голову. Поэтому я решил съехать чуть-чуть пониже. Здесь и ветра поменьше, и тенечек. В общем, все всем понятно. Я хотел рассказать парочку достаточно странных или, возможно, забавных историй, которые произошли за мной за последние три недели. Ну, в первую очередь, хочу извиниться перед моими подписчиками и зрителями за то, что последние три недели не выходили видео. У меня есть уважительная причина. Я простудился. Если вы хотите больше подробностей, то предлагаю вам подписаться на мою группу ВКонтакте. Там есть пост, я писал все. Ну, если коротко, то прокатился, точнее попал на байки пару раз под дождь и простудился. Был кашель и насморк. Но теперь вот я, наконец, вылечился уже окончательно и надеюсь войти в ритм и постараюсь делать одно, ну, два видео в неделю. Так что я никуда не уходил. Я все еще во Вьетнаме, если вы не поняли, и видео будут выходить. Ну, а теперь давайте к тем двум обещанным историям, которые, я думаю, вас могут чем-то позабавить. Первое это, что шокировало нас очень сильно. Дело в том, что во Вьетнаме очень много сортов бананов. То есть, ну, и вообще многие фрукты представлены не одним сортом, не одним видом, а несколькими. И я думал, что эти сорта делятся на маленькие бананы. То есть, маленькие это вот примерно вот такие бананы. Они в два раза меньше обычных бананов. Ну, и нормальные бананы. Вот. Но при этом их как бы много видов, опять-таки, есть. Вот. Но я их подразделял на два. То есть, большие и маленькие. Мы, конечно же, пробовали все бананы. Ну, это как мы думали. Мы пробовали все бананы, как большие, так и маленькие. И если говорить о разнице, то до конца созревшие маленькие бананы, они намного слаще, чем большие. Вот. Но все-таки в оправдании больших бананов надо сказать, что даже большие бананы в разы слаще тех, которые я ел в свое время в России. Так что любые бананы здесь очень и очень вкусные. Итак, хватит повторять слово бананы. Продолжим историю про бананы. И вот в очередной раз, купив сорт маленьких бананов, я думал, что ничего уже не может удивить. Но когда я откусил, я напоролся на кость. Косточку в банане. Такая, достаточно маленькая. Наверное, 5, может быть, да, 5 миллиметров в диаметре. Черная маленькая кость в банане. Ну, а если быть точнее, то кости. Потому что в одном банане может встретиться до 5 маленьких косточек. Вы можете себе представить кости в бананах? Я скорее себе представлю арбуз без косточек. Есть такие сорта. Арбузы без косточек. Но виноград без косточек. Но бананы, блин, ну я не знаю. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Потому что я был, честно говоря, шокирован. И надо сказать, что после этого, купив еще раз бананы, мы опять попались на такие же бананы с косточками. Честно, их есть не очень приятно. Потому что, во-первых, страшно. Ну, страшно сломать себе зубы об косточке. А во-вторых, их не использовать для коктейлей. Потому что ты не можешь их кинуть в блендер вместе с костями. Даже если блендер их и перемолит, остатки этих костей все равно тебе грызть придется. Или глотать. И, в общем, мало комфорта. Поэтому сейчас мы доедаем те бананы, вот которые второй раз были куплены. И уже, знаете, с такой осторожностью, так слоями откусываешь, проверяешь. И вот так вот недоверчиво вот ешь бананы. Удовольствия, конечно, мало. Ну что ж, первая история была такая. Ну, достаточно легенькая. Ну, бананы с костями, ну и хрен с ними. А вот вторая история будет намного и намного жестче. Здесь вам придется включить немножко фантазию, потому что у нас не было камеры с собой, когда мы это увидели. Мы поехали посидеть на пруд. И вот на набережной, где мы сидели, вся вода была просто засеяна кувшинками. То есть заросшая полностью. Не так, что они немного лежат на воде, а просто заросшие над водой. Просто тьма. Где-то там сквозь них можно было увидеть воду. Мы не сразу заметили, но примерно в 15 метрах от нас сидел мужичок, такой вьетнамец, в ноне. Нон. Это вот традиционная вьетнамская шляпа. Нон называется. Сидел с бамбуковой палкой и вроде как был похож на рыбака. То есть, ну, рыбак и рыбак, да и хрен с ним сидит. И не сразу было заметно, что к концу бамбуковой палки была привязана не леска, как у удочки, да, а веревка. И вот когда мы увидели, что он достал, то есть он все это время как бы держал удочку внизу, то есть то, что было на веревке, было в воде. И когда он через эти заросли кувшинок достал то, что он достал, мы были просто в шоке. Мы до сих пор не можем понять, как, почему. Ну, это был маленький, это был не утенок, это был гусенок. Белый, примерно, блин, у меня рука занята, то есть такой, ну, такой побольше котенка. Белый гусенок, который был привязан к концу этой веревки и, соответственно, на палке он, этот мужик держал этого гусенка. Что он делал? Он брал его, макал в воду, макал вот так вот вниз, поднимал. Тот барахтал своими лапками, и он шел дальше. Проходил пять метров, останавливался, что-то садился, смотрел. Брал этого гусенка, который все это время болтался вот на этой веревке на палке и макал опять. А теперь, внимание, вопрос. Нет, у меня много вопросов. Зачем? Почему? Что это было? Он что, приманивал рыб? Крокодилов там нету, то есть там никто не водится. Пожалуйста, 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 напишите в комментариях, почему он это делал. Почему? Ну что ж, надеюсь, эти истории вас забавили. Ну и, в принципе, надеюсь, видео получилось достаточно интересным. Давно я не находил для себя действительно мест, которые уже не заезжены, а куда можно вот приехать и для себя что-то новое открыть. Ну и вам, конечно же, показать. Хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр. И маленький, так сказать, спойлер или просто анонс того, что будет дальше. В ближайшее время я планирую снять видео о стоматологии и о медицине. То есть у меня появилась информация и опыт, об этом вы узнаете с самих видео, о стоматологии во Вьетнаме и о медицине в целом. То есть это будут два разных видео. Меня часто спрашивают о медицине, что здесь и как. И не о той, которая по страховке у вас будет, а вот о той, если идти в больницу или в какую-то поликлинику, госпиталь платно. Вот об этом я и расскажу. На этом я хочу с вами попрощаться, сказать огромное спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Буду вам очень благодарен, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. И вы знаете, каждое видео я говорю одну и ту же мантру. Подписывайтесь, комментируйте, делайте репосты. Но ведь это не просто так. То есть ваши репосты помогают развитию канала. А развитие канала, в свою очередь, помогает моей мотивации снимать чаще видео. Поэтому еще раз скажу, делитесь этим видео со своими друзьями и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok